Имея Нихуя Имея Нихуя Имея Нихуя Тот, кто действительно ищет Бога, сейчас в ваше время. Настал тот момент, которого вы ждали, чтобы увидеть Бога лицом к лицу. Знаете, мы не можем увидеть Бога нашими физическими глазами. Мы можем увидеть Бога глазами веры. Нам нужно открыть глаза веры, чтобы увидеть Бога. Увидеть работу невидимо руки Бога. Доказательством действия Святого Духа является изменённость жизни. Если ваша жизнь изменилась, и она отличается от той, что было раньше, и вы сейчас живёте новой жизнью, то это не потому, что вы очень хорошие человеки решились измениться. Это не потому, что ты такой сильный человек, у тебя сильный характер, и вдруг твоя плохая жизнь стала очень хорошей. Нет. Это доказательство того, что Святой Дух начал действовать в вашей жизни. Никто из нас не идеален. Правильно? Все совершают ошибки. Мы все грешники. Но Слово Божие также говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Бог поможет нам, но нам предстоит сыграть свою роль. Что вам нужно сделать? Некоторые говорят, «Верьте». Некоторые говорят, «Повинуйтесь, просите и получите». Да, они правы. Всё, что вы говорите, очень правильно. Наша роль, прежде всего, заключается в нашем искреннем желании. Наша искренняя желание приблизиться к Богу. Наша искренняя готовность получить от Него. Наша искренняя готовность увидеть то, что говорит Его Слово. Что оно побуждает нас делать? Наша искренняя желание. Скажи соседу, «Ваша искренняя готовность». Скажи соседу, «Ваша искренняя готовность необходимы условия получения от Иисуса Христа». Вот почему, когда Иисус Христос пришел кому-то помолиться, Его первым вопросом было, «Хочешь ли ты исцелиться?» «Хочешь исцелиться?» Его первый вопрос не был, «Верите ли вы Бога?» «Верите ли вы Святого Духа?» «Верите ли вы Отца?» Нет, Он просил, «Хотите ли вы исцелиться?» «Хотите ли вы выздороветь?» «Хотите ли вы быть свободными?» Вопрос, «Хочешь» означает, что Бог требует от нас искренней готовности. Потому что Бог не диктатор. Он не скажет вам, «Иди сюда, поклонись Мне и поклоняйся Мне». Нет, Он говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вопрос в том, хотите ли вы приблизиться к Иисусу? Приходите ли вы, чтобы приблизиться к Нему? Иисус Христос хочет исцелить вас, избавить вас, благословить вас, и Он хочет спасти вас. Только если вы тоже этого хотите. Каждое воскресенье совершается работа исцеления, избавления, спасения. Это работа не моя. Это работа Иисуса Христа, и именно поэтому вся слава продлежит Иисусу Христу. Это возможность проверить себя. Господь, если я совершил какие-либо ошибки, помоги мне. Помоги мне измениться, помоги мне, Господь. Прояви милость ко мне. Многие из нас приходят к Богу со странным отношением. Это означает, я какое-то время не был в церкви. Я все испробовал. Пойду в церковь, посмотрю, что получится. Вот я. Что теперь? Что это? Странный характер. Странное поведение. Я здесь. Где Господь? Где Бог? Я не вижу здесь Бога. У меня утром болела голова, потому что здесь кричат «Аллилуйя!» Боль усилилась. Где Бог? У некоторых из нас такое отношение. Мы приходим не до конца, осознавая, что нам нужен Бог. Мы проходим так, как будто поможет Богу совершить Его работу. Давайте оставим такое поведение дома, а еще лучше избавимся от него. когда мы придем к Господу, придем честно, в истине, с верой. Потому что все, что не от веры, это грех. Все вы, кто учился, знаете, это Бог требует от нас «Верьте, прежде чем что-либо делать». Не только когда мы приходим в церковь по воскресеньям, но и во всем, что мы хотим сделать в нашей жизни. Мы хотим начать бизнес, мы должны верить в этот бизнес, если мы хотим, чтобы он преуспел. Мы хотим получить работу в какой-либо компании, мы должны верить, что получили ту работу, для того, чтобы это произошло. если вы верите и идете туда со славием, нет шансов. Там так много людей, они меня не выберут. Итак, вы идете туда с таким мышлением. Вокруг вас уже царит негативная атмосфера. Именно по этой причине многие из нас, многие потеряли в своей жизни. Атмосфера веры очень легко получать от Бога. Вот что делает атмосфера веры. Вера в то, что чудо произойдет. Вера в то, что произойдет прорыв, что придет благословение. Вера в то, что вы найдете кого-то, кто женится на вас. Вера, что ты найдешь работу. Вера в то, что ты получишь повышение. Ты должен верить в это. Это создает атмосферу веры. Затем Бог начинает творить вещи в твоей жизни. Ты пришел не для того, чтобы увидеть мужчину. Вы пришли, чтобы встретиться с Богом, Творцом, Иисусом Христом и силой Божьей, которая действует через человека Божьего. Аминь. Чудо, которое вы жажете получить, находится на расстоянии одного вдоха. Сделайте глубокий вдох. Вот как далеко ваше чудо. Всего лишь дыхание. Сколько времени вам нужно, чтобы перевести дух? Бог среди нас, и Он здесь, чтобы избавить вас, положить конец вашему прошлому и родить новое будущее в вашей жизни. В любой ситуации, в которой вы можете оказаться, помните, что нет такой проблемы, которую Иисус Христос не мог бы решить. Нет такой болезни, которую Иисус Христос не мог бы исцелить. Нет времени, которую Иисус Христос не мог бы понести. Нет такого греха, который Иисус Христос не мог бы и простить. Вы чувствуете себя таким грешным и такими грязными и такими далекими от Бога. Ваше прощение находится на расстоянии одного вдоха. Когда вы пришли сегодня присутствие Бога в Дом Господень, пусть Господь встретит вас в момент вашей нужды во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok